МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все границы сотрудничества. Крупный проект местоперерабатывающего предприятия возможно реализуют в регионе с американской корпорацией. О самом главном. Аким Алматинской области отчитался о проделанной работе перед членами регионального общественного совета. С новосельем. В моногороде Текили в эксплуатацию сдали новый пятиэтажный 40-квартирный жилой дом. Тайсон Фудс в ЖТСУ. Второй крупнейший в мире мясоперерабатывающий комбинат Тайсон Фудс в скором времени возможно появится в Алматинской области. Плодотворные переговоры с представителями известной компании из США и их партнером в Казахстане компания Кусто Групп сегодня провел Акимобласти Аманда Кбаталов. Тайсон Фудс – американская транснациональная корпорация, ежегодно экспортирующая наибольший процент говядины из Соединенных Штатов. На протяжении уже 60 лет компания поставляет качественное мясо курицы, говядины и свинины более чем 100 стран мира. Годовая выручка корпораций за год – более 42 миллиардов долларов. В США у нас 6 комбинатов, и ежегодно мы обрабатываем более 7,5 миллиона голов КРС. В компании работает более 136 тысяч сотрудников, из которых 38 тысяч работают на мясном направлении, то есть ковядины и свинины. Это считается направлением свежего мяса. Желание Жаки Малматинской области Аманда Кбаталова – запуск в регионе самого мощного производства с созданием большого количества рабочих мест. При этом увеличение объема мяса и улучшение показателей в сельском хозяйстве. Ну а для этих инвесторов ЖТСУ может стать самым привлекательным регионом Казахстана. Ведь не случайно из 19 крупных транснациональных проектов по республике 9 реализуются в ЖТСУ. О благоприятном инвест-климате гостям рассказал Акимобласти Аманда Кбаталов. В прошлом году только мы два таких крупных предприятия открыли – это тоже всемирно известная компания «Букойл» – 100 тысяч тонн моторного масла на территории области. В 2016 году начали, уже в 2019 году ввели в эксплуатацию. Нам всегда говорил наш первый президент страны, Станавич Назарбаев, о том, чтобы экспорт был не сырьевой, а чтобы от него уже продукция экспортировалась с марка, сделанную в Казахстане. При реализации инвестиционного проекта «Тайсонфуд» в ЖТСУ будет построено мясоперерабатывающее предприятие с мощностью 3000 голов крупного рогатого скота в сутки. Стоимость проекта оценивается в 300 миллионов долларов США с созданием порядка 4000 рабочих мест. Визит зарубежных инвесторов может стать продуктивным. Место для нового предприятия представители компании «Тайсонфуд» желают в ЖТСУ. Я должен сказать, что ваш Аким действительно умеет подать свою область в лучшем свете. Рассказал нам очень много про Алматинскую область. И теперь мы будем посещать эти предлагаемые участки, поскольку нам нужно принимать во внимание очень большое количество различных факторов, начиная от водоснабжения, электроснабжения, инфраструктуры, дорожной, логистической. «Тайсон» является публично торгуемой компанией. После того, как соберем всю эту информацию, нам нужно будет поехать к себе и подготовить доклады для совета директоров компании. И уже там будем принимать решения. В конце встречи Аким области поручил ответственным лицам сопроводить американских бизнесменов в районы, где есть потенциальные участки, пригодные для строительства мясоперерабатывающего комбината. Более 640 миллиардов тенге инвестиций привлечено в экономику Алматинской области в прошлом году. В промышленности произведено продукции на 649 миллиардов тенге. Создано свыше 48 тысяч новых рабочих мест. Об итогах прошлого года и планах на текущий рассказал Аким области Аманда Кпаталов перед членами регионального общественного совета. Область развивается семимильными шагами. По итогам прошлого года воловой региональный продукт вырос на 4,5% и превысил 3 триллиона тенге. Бюджет области на нынешний год составляет 586 миллиардов тенге. Из них 252 миллиарда – собственные доходы региона. В прошлом году в области введены в эксплуатацию крупнейшие заводы с мировым именем, как «Лукойл», «Эннверс Кункуат» и другие. Для аграрного региона 3 триллиона тенге – это ВРП, внутренний региональный продукт. Я могу с гордостью говорить, это очень большое показание. И мы не останавливаемся, дальше формируем инвестиционный портфель. Мы его сформировали, 422 проекта стоимостью свыше 4,9 триллиона тенге с созданием 40 тысяч рабочих нас. Это мы до 2025 года сформировали новый инвестиционный проект. В нем, внутри него сидит такие проекты, которые мы уже начали реализовывать. Джитсу Вольфран, объемом инвестиций 94,5 миллиарда тенге. Птица Примакус – 40 миллиардов тенге. Именно в Жаркенте, на границе. И вот мы уже готовы сдать завод 47 миллиардов тенге в Керблазском районе Алацем. Сельское хозяйство – драйвер экономики региона. В прошлом году объем произведенной сельхозпродукции составил 852 миллиарда тенге. Увеличены пассивные площади сахарной свеклой, кукурузой и картофеля. Модернизацию проходят аксусские и куксусские сахарные заводы. В текущем году планируется довести объем валовой продукции сельского хозяйства до 1 триллиона тенге. Активными темпами ведется и газификация области. На сегодня в 15 регионах края имеют доступ к голубому топливу. Сейчас я дал задание, мы проектируем уже от Талткургана до Учарала. Из этих осталось у нас, из 20 городов и районов, 5 осталось у нас, недоведенный газ. В Умбесне самое главное мы подвели магистраль и построили агрессию. Однако членов общественного совета волнует стоимость тарифов на подключение к природному газу. Как рассказывают они, стоимость проведения газа в дом слишком высокая для простого населения. Никто не может без вашего разрешательства, не может обойтись. Поэтому у нас все-таки позву, по-моему, не могли бы вы все-таки этому уделить больше внимания. А тариф растет где, где конкуренции нет? Надо там конкурентную эту создать. Любой. Это же здорово. Он сейчас вложит. Срок окупаемости поставит 5 лет даже. Да? У кого деньги есть. Через 5 лет, когда вот это все, что он вложил, окупится, потом он будет только ему чистая прибыль. И продажа газа, и эксплуатация. Поэтому правильно, Рахмет, давай соберемся. Женщик, деревья, на контроль, понял, да? На встрече общественников интересовали вопросы разного характера. Один из актуальных – дефицит медицинских работников. Я знаю, что сейчас есть острая проблема – это нехватка врачей и специалистов. Скажите, пожалуйста, что делается для того, чтобы встречать специалистов? Первое – это мы с университетом Аспандяров заключили договор, выделили деньги, и по гранту у нас обучаются. Теперь те, которые с дипломом всего хотят, мы им льготы даем. Там по коммунальным услугам, по другим по этим. И сейчас я каждому Акиму сказал, внесите предложение, сколько вам надо для врачей, квартиры, дома. Мы вам выделим деньги, построите эти дома. И в Талткургане сейчас уже они занимаются. Мы хотим для врачей отдельно дом построить, чтобы в первую очередь в Талткургане вот эту проблему решить. Решать наболевшие вопросы населения, привлекать в экономику края новые инвестиции. И идти в ногу со временем. Подводя итоги встречи, Аким области заверил, что будет и далее трудиться во благо развития региона. Амандык Баталов отметил в этом важную роль членов общественного совета. Ведь именно они являются неким золотым мостом между государством и народом. Азаджу Маханов, Надир Хамзин, телекомпания Жатасо, Талткурган. Счастливым новоселам города Текили вручили ключи от квартир. Силами Талткурганской строительной организации ТО «Шомар» в моногороде появился новый пятиэтажный сорококвартирный жилой дом. В нем теперь будут жить многодетные и неполные семьи, а также социально уязвимые слои населения. Каркасно-монолитная конструкция нового сорококвартирного дома позволила возвести объект за семь месяцев. Его наружные части, внутренние стены выполнены из газобетонных блоков, которые обладают высокой прочностью и экологической безопасностью. В возведении дома были задействованы порядка 130 строителей подрядной организации «Шомар». В каждом подъезде по 20 квартир из них, в каждом подъезде по 5 квартир трехкомнатных у нас идут, остальные однокомнатные и двухкомнатные. А дом получился красивый, как вы видите, тёплый. В новостройке 21 арендную квартиру получили социально уязвимые граждане. 10 из числа многодетных семей. 9 – семьи, воспитывающие инвалидов. На торжественной церемонии Аким города Текили Бахтияру Нербаев вручил ключи новосёлам. Очень тщательно все документы проверяли, несколько раз проводили с женщиной комиссией, всё законно распределили, раздали ключи. Радости уже жители сами видели. В этом году у нас на руках есть проектно-смертная документация на двух 40-квартирного жилого дома, по которым мы в ближайшие уточнения бюджета будем заявлять на областной бюджет, чтобы нам выделили средства на строительство ещё двух 40-квартирных жилых домов именно в городе Текили. Помимо этого, хотим привлечь спонсоров за счёт частного бизнеса тоже хочу построить несколько домов. Дом построен в рамках программы жилищного строительства Нурлижер по направлению арендное жильё без выкупа. Величина ежемесячного арендного платежа будет устанавливаться местными исполнительными органами и будет доступна для самых социально незащищённых казахстанцев. Мы посчитаем арендную плату за один квадратный метр. Это есть специальный расчёт, по нему будем считать. Я сейчас не могу сказать точно. Но они там мизерная арендная плата. Это не те арендные платы, которые они со вторичневым жилем арендуют арендную квартиру. Это намного меньше будет. И зато это их не квартира. Их никто отсюда выселять не будет. На сегодняшний день около полутора тысяч текилицев стоят в очереди на получение жилья. Поэтому появление пусть даже арендного дома в моногороде – это большая удача для тех, кто долго скитался по чужим квартирам. Мы многодетная семья, пятеро детей. Стали в очередь. Прошло пять лет. Через пять лет долгожданную квартиру получили. Теперь, как говорится, на душе спокойнее. Так как мы сколько лет прожили сначала с родителями, потом на квартире. Теперь не будем волноваться, где бы, как говорится, квартиру снять, искать. Рахиля Жуматаева стояла в очереди на получение жилья порядка десяти лет. Для нее воспитывающая несовершеннолетнюю дочь обретение собственной крыши над головой очень важно. Доходы матери-одиночки не позволяют собрать собственные средства на приобретение квартиры. Теперь она – счастливый новосел в благоустроенном доме. Спасибо, что сколько лет ждали, получили однокомнатную квартиру. Спасибо государству, что так помогают малоимущим, однодетным матерям. Теперь основные трудности сорока текилицев позади. Ведь обретение крыши над головой – это защищенность и уверенность в завтрашнем дне. Тем более, когда речь идет о многодетных семьях. Ведь защите материнства и детства в Казахстане уделяется особое внимание. Мы продолжаем выпуск другими интересными событиями. Оставайтесь с нами. Донорство по умолчанию. Презумпция согласия на донорство после смерти в Казахстане действует вот уже свыше 10 лет. Меры предосторожности. Закрытие МЦПС Харгос продлили. Турнир памяти. В областном центре прошли состязания по волейболу, посвященной памяти легендарного героя афганской войны. Пациент скорее жив, чем мертв. Что вы знаете о посмертном донорстве? Можно ли изымать органы умерших казахстанцев без согласия их близких? Что говорит на эту тему Кодекс Республики Казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения? Наш корреспондент разбирался в теме. Пункт 10 ст. 169 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения гласит, что если при жизни лицо либо его близкие родственники не заявили о своем несогласии на посмертное изъятие органов, то этот человек в случае кончины становится потенциальным донором. Несмотря на то, что закон действует более 10 лет, немногие толдукурганцы слышали о нем. Что вы знаете о посмертном донорстве? Честно? Первый раз слышала. Первый раз слышала, но это можно, когда человек умирает, можно помочь другим. Ой, я даже не знаю. Первый раз слышала. Чтобы дать жизнь другому человеку, это, конечно, хорошо, но не знаю, не задумывалась. Ну что ты так край мох услышал? Ну если действительно физическая смерть наступила, так будем говорить, ну почему бы не использовать, чтобы ради спасения других людей? Выразить свое несогласие или заявить готовность дать вторую жизнь своим органам после кончины можно двумя способами. Достаточно прийти в поликлинику по месту жительства и оставить свое заявление участковому терапевту. 1 февраля 2018 года был издан новый приказ, который уточнил ранее существовавший 360-й приказ о донорстве, о том, что каждый человек может стать донором при жизни. Если человек изъявляет желание стать донором, он должен прийти в поликлинику по месту прикрепления, предоставить документ, удостоверяющий личность, выполнять по форме заявление, в котором указывает, что я такой-то гражданин, желаю стать донором после своей смерти, что мои какие-то органы, может указать, какие именно органы, если он не придает этому значению, он может написать любой орган, это глаза, сердце, почки, печень, кожа, и он пишет заявление. Презумпция согласия на донорство. Эта норма действует с 2009 года. После принятия новой редакции предполагается, что каждый гражданин по-прежнему автоматически соглашается быть донором, если не оформляет при жизни отказ. При этом заявить о своем нежелании быть посмертным донором может любой гражданин. Соответствующая отметка автоматически появится в электронной базе, которой пока не существует. Это будет регистрироваться в электронную базу, которая сейчас создается, и ему через три дня будет дан ответ, что ваше заявление принято. Когда извещение приходит, мы должны отправить ему лично и тому человеку, родственнику, которому он укажет заявление. Законодательное изъятие человека органы можно только после того, как консилиум врачей установил биологическую и необратимую смерть мозга. К слову, родственники могут в этом отказать, если человек при жизни не заявлял, что согласен на изъятие. На сегодняшний день пересадку донорских органов в Казахстане ожидает 3200 человек. Пациенты с редкими и зачастую фатальными заболеваниями вынуждены годами ожидать пересадки почки, легкого или печени. Многие из них умирают. По данным Всемирной организации здравоохранения, 80% пациентов в мире выживают после трупной трансплантации, потому что проблему часто нельзя решить за счет родственной пересадки. В большинстве случаев их органы не подходят. Поэтому во многих цивилизованных странах действует презумпция согласия на посмертную трансплантацию. Евгения Присяжная, Габид Кабдрахманов, телеканал ЖТСУ, Талду Курган. Продолжаем выпуск. Международный центр приграничного сотрудничества «Харгос» будет закрыт до конца февраля. По информации пресс-службы Акимата Алматинской области, это связано с ситуацией коронавируса. Напомним, ранее приграничный пост был закрыт до 15 февраля в связи с обострением ситуации в Поднебесной. Теперь он не будет функционировать до конца текущего месяца. Отметим, на границе Алматинской области с Китаем находятся 6 таможенных пунктов, 4 из них на территории Уйгурского и Панфиловского районов. Кроме того, по данным пресс-секретаря Акима области, стало известно и о ремонте внутри здания МЦПС. В конце февраля будет приниматься решение о дальнейшей его судьбе. То есть откроется он у них. Здесь важно отметить, что «Харгос» не только закрывается временно, но и здесь идет параллельно ремонт здания внутри. Мы часто слышали жалобу насчет работы, именно неудобства, перехода данного именно со стороны Китайской Народной Республики, когда наши граждане возвращаются с покупками. Ввиду этого было решено модернизировать внутреннее убранство МЦПС «Харгос», что и сейчас делается. В Казлардинской области почти 27 тысяч детей из малоимущих семей обеспечены бесплатным горячим питанием за счет фонда «Всеобуча». Питание не организовано в 12 из 296 общеобразовательных школ региона, контролем за соблюдением санитарно-гигиенических нормативов и выполнением противоэпидемических мероприятий занимаются специалисты филиала Национального центра экспертизы. Важно отметить, на сегодня все школьные столовые относятся к субъектам малого и микропредпринимательства, однако на них не действует указ президента о трехгодичном моратории проверок, профилактического контроля и надзора, так как эти мероприятия направлены на предотвращение нарушений, которые могут нести массовую угрозу жизни школьников. Снег чистят, щепки летят. Такую картину наблюдают карагандинцы на улицах и в скверах города. Спецтехника, разгребая сугробы, повреждает кору, валит целые деревья и кусты, сообщает Хабар-24. Экологи призывают власти и правоохранительные органы обратить на проблему внимание. Однако пока ни одного протокола не составлено. И если за несанкционированную вырубку деревьев можно хотя бы законно оштрафовать, то за повреждения никаких санкций не предусмотрено. Специалисты же уверяют, после таких увечий деревья вряд ли выживут. По прогнозам синоптиков, уже на следующей неделе жители страны ощутят на себе последнюю волну похолодания. Сразу после наступят по-настоящему весенние дни. Климатологи подтверждают, что эта зима аномальная. На целых 6 градусов теплее нормы. Столбики термометров понижаются и резко повышаются. То, что климат в Казахстане меняется, уже факт. Среднегодовая температура в стране постоянно повышается и со временем, по прогнозам, может увеличиться на 4 градуса. По прогнозам синоптиков, март будет теплее обычного. Угроза паводка сохраняется. Венецианцы уезжают из Венеции. За последние 50 лет население в 175 тысяч человек сократилось втрое. Еще в прошлом веке на знаменитой площади Сан-Марко в центре города на воде жили 350 семей. Сегодня лишь один человек. Антонио Заго владелец суда верфи. Жить в городе, где все заточено на туристов, стало тяжело, рассказывает он. Магазины для самого необходимого закрылись один за другим. Их сменили многочисленные сувенирные. На весь город остались лишь три продуктовых магазина, несколько булочных и один рыбный магазин. Напомним, с января в Венеции введен прогрессивный въездной налог до 10 евро. А с 2022 года без бронирования отеля посетить город станет очень сложно. Колумбия – крупнейший экспортер цветов. День Святого Валентина в календаре местных фермеров отмечен красным. Необыкновенные букеты могут украсить ваш том, будь он в Нидерландах, Британии или Испании. А еще Колумбия, согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности, занимает лидерство в производстве кокаина. Торговцы наркотиками с присущей им изобретательностью пытаются использовать коробки с цветами для транспортировки своего товара. Чтобы бороться с этим явлением, цветоводы усиливают меры безопасности. С помощью видеокамер контролируется каждый этап процессов упаковки и перевозки. В этом году полиция не обнаружила ни грамма наркотиков в шестистах стебельках, предназначенных на экспорт ко Дню Святого Валентина. В Ереване открылся первый в стране музей-селфи. Это 25 павильонов с необычными интерьерами. Здесь можно поваляться в мандаринах, побыть в разных образах, например, полицейского. Кстати, на моду на такие фото поддерживает премьер-министр страны Никол Пашинян. В музее его очень ждут и с помощью репортажа приглашают его в гости, в надежде сделать селфи и с ним. Отметим, первый в мире музей-селфи открылся в январе этого года в Дубае. Памяти легендарного героя афганской войны Борису Керимбаеву в Татукругане посвятили в волейбольный турнир. Человеку, который для врагов был сродни черному дьяволу, а для соотечественников – великим человеком по прозвищу Харамайор. О его подвигах наслышаны многие, и те, кто знает, чтут память полководца. К слову, офицер ушел из жизни в прошлом году накануне знаменательной даты 15 февраля – день вывода советских войск из Афганистана. Посвященный турнир запомнился яркими и захватывающими играми 20 команд среднеобразовательных учреждений областного центра. Они разделились между собой на 4 подгруппы. По итогам первое место занял коллектив 25-й школы. Следует отметить, что спортивные мероприятия в первую очередь направлены на патриотическое воспитание молодежи. В канун 31-й годовщины вывода советских войск из Афганистана каждый год традиционно проводится этот турнир. Он посвящен памяти нашего великого казахского батэра Харамайор. В прошлом году он умер именно под наш праздник 15 февраля. Мы потеряли нашего героя. И поэтому теперь этот турнир, он приобрел еще большую значимость. Такова информационная картина дня. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова